Здравствуйте, к сожалению, я не смог в начале вашей работы, вашей конференции поприветствовать, но все-таки Антон Владимирович разрешил клиниться, да, буквально две минутки. Я очень рад приветствовать всех наших уважаемых коллег, и не только сотрудников нашего университета, а именно коллег-филологов, бедвистов, которым интересна эта данная тематика. Я очень рад, что мы уже четвертый раз проводим нашу конференцию, она набирает достаточно большую популярность, а самое главное, что те результаты работы конференции, они, безусловно, очень важны и значны не только для нашего университета, поскольку мы все-таки развиваем и со следующего года опять мы набираем и магистратуру тоже по специфической лингвистике, так сказать, да, Антон Владимирович, мы и компьютерную лингвистику развиваем. Вообще, конечно, эта тема очень значима, и вот сегодня, общаясь тоже на Александром фонда подготовки кадров, мы рассматривали и вчера в Высшей школе экономики, у нас было несколько стратегических семинаров, посвященных развитию, в том числе научно-исследовательской деятельности, конечно, область лингвистики, как наряду область с социальным компьютингом и наряду с областью с когнитивными нерами, наука это одна из сейчас активно развивающих областей, поскольку действительно большая не только научная значимость, но и практическая польза. Поэтому я хочу поприветствовать от имени ректора Владимира Нечаева всех членов конференции, спасибо коллегам, что вы смогли добраться. Я думаю, что независимо от того, что в ноябре и дождик идет, но это на пользу, как всегда, любые начинания, любые дела, особенно дождик, поэтому на пользу. Надеемся, что очень полезно всем нашим магистрантам, которые здесь тоже активно принимают участие. И самое главное, мы всячески будем вас поддерживать, стараемся на развитие дальнейших отношений. И между конференциями, которые будут следующие, пятые, конференции, надеемся, что мы тоже будем выстраивать наши отношения в области научных исследований. У нас опять заработал наш институт современных лингвистических исследований в обновленном составе. И здесь хочу, конечно, большое спасибо сказать и там заявку, которую нам поддержали Российский научный фонд нашего университета по руководствам Антона Владимировича Циммерлинга. Это, конечно, очень значимое мероприятие, и те успехи, которые у нас получаются в нашем научном коллективе, они, безусловно, результат совместной деятельности, совместного исследования, продвижения, понимания, познания той проблемной области, которой вы занимаетесь. И очень рад, что у нас активно подключаются наши иностранные коллеги. Надеемся, что мы будем активно развивать наше международное сотрудничество. У нас уже есть опыт обмена студентами, магистрантами, сейчас аспирантами, поэтому мы тоже активно будем этим заниматься и продолжать дальше. Мне кажется, тоже, действительно, та проблематика, которой вы занимаетесь, она действительно очень актуальна. Поэтому еще раз поздравляю с началом очередной четвертой. Надеемся, что действительно тоже будет такая же ярко, нескрываемая, полезная для всех нас с вами. И одновременно, как Антон Вадимович скажет, приглашаем на пятую конференцию. Обязательно приглашаю. Обязательно приглашаю на пятую. Но мне кажется, что нам еще в развитии, конечно, хотелось бы подумать о более активном применении дистанционных форматов. Форматов понятно, поскольку мы общались тоже с многими коллегами из других вузов. К сожалению, мы сейчас в такой достаточно сложной экономической ситуации нашей системы образования. Не все вузы могут позволить отправить на конференцию участников. Поэтому давайте мы проработаем на следующий год участие в возможности дистанционного подключения и онлайн-трансляции нашей конференции в сети интернет. Чтобы у нас тоже могло по максимуму заинтересованных специалистов и, может быть, магистрантов, аспирантов могли посмотреть, послушать доклады, если вы не разражаете. И, конечно, мне бы хотелось тоже, что у нас по результатам мы бы издали, в силу того, что Антон Владимирович Семерлинг у нас теперь возглавляет редакционную коллегию нашего журнала Вакарского «Феологические науки». Поэтому я думаю, что будет подготовлен по результатам конференции сборник, который будет опубликован в одном из номеров. Правильно, Антон Владимирович? Таких вообще много, но желательно... Лучшие, да. Хорошо. Ну, во-первых, я думаю, что, во-первых, сборник в электронном виде мы все равно будем издавать и размещать в РИНС, правильно? Вот, сборник все, да. А что касается там уже оргкомитетов и научным комитетам конференции, берете те статьи, которые мы еще физически тоже напечатаем еще в Вакарске в сборнике, поэтому... Ну, всего вам удачи, терпения, да. Ну и еще раз поздравляю. Спасибо, спасибо, что нашла... Дали на пять минут, мне сказали.